Зарплата учителей 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 перед собой главную страницу сайта КПМО, адресная строка вам показывает, что это такое. И здесь по замыслам организаторов должна отражаться вся информация по комплексной модернизации системы образования. Зарплата показывается в нижнем левом злу, и можно выявить, какова зарплата в конкретном муниципалитете и в конкретной школе. Вот данные такие показатели, которые очень неудобоваримы, и трудно простому учителю разобраться, что же здесь скрывается с этими цифрами. Как я уже говорила, путем аналитической работы, путем математического анализа удалось выяснить, что данные эти недостоверны, то есть выявленное среднее, которое заявлено здесь, ее трудно назвать достоверной. Вот такая проблема стояла перед нами, и к хорошей цели и задачи проекта. Мы пытаемся получить массив достоверной статистической информации о динамике изменения зарплатной платы учителей и представить эти данные, доступные для восприятия и дальнейшего анализа входа. Задачей у проекта является анализ данных порталов МНО и выявление соотношений учителей, получающих зарплату ниже средней, чем указано в официальных данных. Целевой группой нашего проекта являются учителя Российской Федерации, которых насчитывается полтора миллиона, а также членов их семей. Кроме того, в целевую группу мы относим контроль на натурные органы и выявление с посредством массовой информации, которая будет интересна и поправлением. Как мы планируем, проект пройдет следующий факт реализации. Это будет существовательная интернет-площадка для помещения данных, создание скрипта и программы, с помощью которых мы можем получить данные с сайта КПМО, анализировав их. И создание визуальных представлений, вот этих данных, которые мы с помощью скрипта получим с сайта КПМО, в понятной форме, это графики, диаграммы и пояснение книг. Ну и также распространение информации о проекте является более из вас. Здесь вы видите начало нашей работы по созданию интернет-площадки. Она будет называться «Нарплата учителей меняется». На первой странице будет карта, подобная с сайта КПМО, она будет интерактивна, то есть нажав на любой из регионов, вы можете попасть в интересующий вас. Нужно сказать, что здесь будут помещены также определенные значки, которые будут указывать, что происходит с ростом зарплаты в данном регионе. Либо она растет, либо она снижается, либо она остается на месте. Итак, это главная страница. Дальше мы планируем, что при нажатии на определенный регион, посетитель сайта, оказывается на странице, которая называется «Зарплата меняется как». Мы собрали все показатели, которые влияют на рост заработной платы, и с помощью графиков, которые будут здесь отражены, будет показано, что происходит с заработной платой, почему она снижается, или увеличивается, или уменьшается, и даны пояснения к этим графикам. Дальше идет, как скажем, анализ, и страничка уже называется «Зарплата меняется почему». Здесь приходятся различные варианты, почему происходит изменение зарплаты. Либо это провинческое решение, либо это недостаточная, скажем так, нечестность людей, которые доставляют эти данные, либо еще какие-то, либо, например, уменьшение количества работающих в данной школе, но еще много переменных, которые могут повлиять на рост или на, наоборот, снижение заработной платы. Следующие страницы, которые мы планируем здесь быть, «Зарплата меняется, кто виноват», «Зарплата меняется, что сделать», «Зарплата меняется, что сделано». В страничке «Зарплата меняется, что делать» здесь будут приведены варианты действий, которые можно принять человеку, который гостил наш сайт. Это может быть, например, здоровый учитель приносит эти данные в свою школу, он их предъявляет коллективу, и они спрашивают у директора, почему так, а не иначе. Если это региональная власть, то, естественно, тоже может приниматься какие-то административные решения, управленческие решения и так далее. Мы надеемся, что будет обратная связь, на страничке «Зарплата меняется», «Зарплата меняется», «Зарплата меняется», как мы уже говорили, одна из проблем – это несоответствие официальных данных с данными сайтов. Возможно, как продолжение этого проекта, создание программы, которая собирала данные со школьных сайтов, их анализировала и именно по показателю зарплата. Ожидаемым результатом этого проекта мы считаем создание ресурсов в сети, которые предоставляют данные о динамике зарплаты учителей в доступном для восприятия форума и предоставляют эти данные для самостоятельного анализа. Мы можем стать школьным ресурсом, можем стать дополнением на сайте «Зарплата меняется» и «Зарплата меняется» сеть учеников, то есть примерно 10 миллионов еще всего, и еще ученики семьи, то есть 15 миллионов граждан России затрагивают этот проект. Можно сказать, что данный проект отвечает по следователям целевой группы, то есть людям необходима данная информация, они нуждаются в том, чтобы им разъяснили эти данные, которые в такой сложной форме представлены на сайте официально. Далее наш проект дает возможность использовать предоставленные данные со многими целями, например, для защиты прав учителей, для аналитики, для совершенствования деятельности системы образования, для работы семьи, для принятия управленческих решений. Проект в основном влияет на благосостояние целевой группы. Проект не имеет аналогов и проект носит вклад в становление гражданского общества. Мы думаем, что убедили вас, что малыми средствами вы поможете решить многомиллионные проблемы. Подскажите, пожалуйста, я правильно приняла, что основным источником данных будет проект существующего ПРОНОО? Конечно. А за счет чего будет, то есть по сути, будут браться данные оттуда и предоставляться в более-менее непонятной форме. А за счет чего будет демонстрироваться недостоверность этих данных? То есть не планируется на начальном этапе сравнение с таким реальным предложением вещей в школах? И если да, то откуда-то эти данные будут браться? Что, с чем будет справиться? Ну, изначально не планировалось создание интерактивной карты по заработку оплачивания учителей. Но в ходе обсуждения этого проекта мы поняли, что собрать 100% информацию из каждой школы, то есть практически пригласить каждого учителя для участия в этом проекте нереально. И поэтому мы решили взять те же самые данные, которые представлены уже официальным образом, извините на них несколько или иначе, то есть посмотреть, что они еще показывают. То есть, по сути, это сайт интерпретата? Да, наш проект – это сайт интерпретата в более удобной, удовлетворимой и, так скажем, доступной форме. И он показывает, причем сложного анализа, показывает, что эти цифры, на самом деле, возможно, и не показывают повышение или рост заработной карты. Возможно, это стагнация, возможно, это понижение. Спасибо. Данные, которые размещены на сайте КПМО, хотя машиночитабельные данные, то есть, когда вы говорите, что это будет неплохо-кравильное, их можно отменить и забрать в компанию. Ну, наверное, на технические это возможно. А сайты, а школьные сайты? Это продолжение сайта, подъявить, потому что вы кивали, так вот, с недоверчивых, которые... Я к тому, что сайты КПМО, скорее всего, отдают машиночитабельные данные, но я, например, по центру, предъявляю, что у нас на школьные сайты по-другому делаются. То есть, русское место – это, безусловно, те данные, которые оттуда уходят. И вопрос, что на самом деле любой, кто получит недоступ, может транспортироваться, и для этого не получится. Вы хотите сказать, что любой может это сделать, но я вам говорила о том, что эта программа, вернее, эти данные настолько сложные для восприятия и понимания обычного учителя, что, ну, мы пошли, как, скажем, должным путем, только в 10 человек, когда вчера пытались как-то идти вот за ту идею, которую я изначально приявила. Поэтому для того, чтобы разобраться в сути, в данных там цифр, нужно очень много времени, сил, что бы назвать, сам мозгов и так далее. Евгений, вот здесь, да, по поводу машиночитаемых данных. Значит, по поводу машиночитаемых данных. Те данные, которые представлены на сайте КПМО, они, к сожалению, не в удобном формате. Их нужно разобрать. И одной из целей нашего проекта будет как раз предоставление этих самых данных, но в удобной для машинной обработки форме. Может, проще на них надавить просто, чтобы они предоставили, или нормально? У вас есть такие инструменты? Я думаю, что это, вы знаете, невозвращенные инструменты. Предложите вариант лучше. Ну, то есть, по сути, этот проект, который парсинг. Вот как парсинг. Простите? Парсинг. Парсинг. Ну, да. Парсинг. Ну, раз парсинг данные, сделать это нормально. Я бы немножко... Свойственные программы, которые разбирают чушьи данные, обрабатывают их. И объяснили. Снова обрабатывают. Я бы согласился с тем, что первая часть проекта, это тот же Краулов, который собирает, парсит эти данные и оставляет их в машинный фонд. Одна из вариаций этого дальнейшей обработки будет как раз именно то, что эти данные можно показать вот так, а не хотите, возьмите эти данные и смотрите их с вами, как вам будет. Это понятно. Нет, это хорошо. По большому счету он объясняет учителям, как формируется рост или... Пожалуйста, последний вопрос. Я тоже приняла участие в работе этой команды. И, собственно, почему бы вы пришли к необходимости собирать эти данные и обрабатывать их по-другому? Потому что это некая официальная информация, которую собирает государство и анализирует ее так, как оно считает нужным. Ну, как вы знаете, посчитать можно, в общем, как угодно. И это очень хорошо проиллюстрировали выборы, которые там выходили в нашей стране. И поэтому мы пришли к выводу, что необходимо эту информацию собрать для того, чтобы было можно проанализировать ее, иначе, получив другие, скажем так, измерения, другие данные, те, которые были бы учителям, возможно, более интересны, чем представленные вот на этом официальном портале. Те, которые государство представляет так, как вы считаете. Спасибо. Хорошо.